Приветствую всех любителей мобильных игр, на связи Нибиру и мы смотрим сегодня еще одну игру про драконов под названием Dragon Village Grand Battle. В этой игре разработчики обещают более 600 возможных драконов для найма и отсутствие каких-либо имп, то есть очень сильных персонажей, которые рушат баланс. Это начальная битва идет, к сожалению не могу ее никак скипнуть. Ну и давайте смотреть. За первый день нам дают какого-то эпического дракона, Lighting Dragon, дракон-молний. Ну рисовка здесь очень на любителя. Так, также для новичков, я так понимаю, изумруды в первый день получаем. Я по первой битве не совсем понял полностью ли игра АФК или все-таки в процессе боя можно руководить всем процессом. Сейчас узнаем, будет следующий бой, все узнаем, все посмотрим. Так, идем по обучению. Призови один раз. Так, где здесь призыв? Вообще не вижу. Так, field это поле боя. Город. Все закрыто. Драконы. Это те, что у нас есть. Давайте нажму просто на призвать и может меня перенесут сразу туда, где призываются. А, в городе все-таки. Самон. Хорошо. И призываем один раз. Так, надо вправо свайпнуть. А, что еще, кстати, разработчики написали, что здесь драконы растут по мере своего прогресса. То есть, мы получаем их какими-то младенцами, потом повышаем уровень, развиваем их, и они также взрослеют. Почему-то я сразу беру, сразу беру награду за второй день. Очень странно. Ну, ладно. Может сейчас, в данный момент, когда я снимаю, произошла смена дня в игре. Может и такое быть. Так, давайте соберу, что есть. Не совсем еще меня радует пинг здесь, потому что каждый мой клик, он сопровождается секундной или двухсекундной задержкой. Вот я кликаю, видите, и крутится посередке то, что не должно крутиться. Так, все, здесь я все собрал. Так. Леди Дракон. Да. Ладно. Давайте смотреть. Так, призвали мы. Что дальше? AutoPlay Steam. Хорошо. Нурин нам рассказывает, как составить команду. Авто. Давайте. Авто составление команды есть. И Start Battle. Так. Нет, стойте. Авто я сейчас уберу. Посмотрим, что вообще можно делать. Я могу назначать того, кого драконы будут атаковать. И видите, они перестали двигаться. Что интересно. И нажимая внизу, я могу выбрать, какой дракон атакует. То есть, боевка здесь достаточно тактическая получается. Хоть игра и выглядит как очередное творение из АФК жанра, но боевка здесь получается полностью ручная. Что довольно интересно. Так. Поменяй порядок атаки. Давайте поменяем. Так. Battle Formation. Формация. Порядок атаки. Хорошо. Хотя мы ничего не поменяли, но ладно. И я еще хочу, знаете, что сразу глянуть. Зайти в настройки и посмотреть, что мы тут можем менять. BGM. Так. Make, make. Громкое звук. Аккаунт. И все. А. Давайте языки глянем. Понятно. Корейский либо английский. И можно деактивировать аккаунт. Это для тех, наверное, которые ролить захочут. Но никаких настроек графики у нас, к сожалению, нет. Аватарок тоже немного. Рамки. Рамок больше, чем самих аватарок. Прикольно. Так. Что здесь у нас? Здесь задание. В рюкзаке что-то. Одна крутка у нас есть. Можно призвать. Ну, одну крутку как-то несерьезно призывать. Давайте пойдем дальше по обучению. Посмотри на задание. Посмотрели. Создай шаблон команды. Что входит в шаблон команды? Так. Давайте разбираться. А. Можно сохранять просто команды и между ними спекаться. Да. То есть выбирать очень быстро первую команду, вторую, третью. Это хорошая функция. Так. Ладно. Давайте дальше будем сражаться. Я тогда поставлю на авто. Полностью авто. Можно сделать так, что драконы ходят на авто, но способности прожимаете вы. Это, в принципе, как и в других АФК. Но вот то, что полностью можно взять контроль над боем, вот такого в других АФК нету. И слева, как вы видите, есть три слота под заклинания на поле боя. Но эти заклинания еще пока у нас не разблокированы. Поэтому ждем. Нарисовка здесь, я говорю, конечно, на большого любителя. В принципе, она нормальная. Но, видали, и намного получше. О, ВИП. Я только что ВИП увидел. Все. Вот, кстати, ВИП и вырос. Есть ВИП в игре, ребят. Есть ВИП. Так. И смотрите. У нас 1200 боевой мощи и против нас 1500. Нужны крутые драконы. Измени свой ник. Давайте изменим. Все. Да. Все, готово. Использую руну. Так, что за руна? Сейчас посмотрим. Мы призвали какую-то руну, которая дает крит шанс. Так, давайте все четыре используем. В чем проблема-то? Вот, четыре руна сделали. Руны здесь, наверное, как снаряжение. Нурит, ты можешь побыстрее объяснять? Зайдите в магазин. Давайте зайдем в магазин. Отлично. Ошибка сервера. Я ее отменю и еще раз зайду. Вот, теперь нормально. Просто игнорировать ошибки надо. Так. Здесь все очень дорого для нас. Давайте я выйду сразу. У нас и не надо было что-то покупать. Просто зайти. Посмотри на заклинания. Это вот как раз те три слота, про которых я недавно сказал. Заклинания. Вот, одно заклинание у нас есть. Что делает? Наносит неэлементальный урон, эквивалентный 20% общей атаки одному случайному противнику. Все, хорошо. И как мы видим, заклинаний здесь довольно много. А драконов реально 600, как разработчики обещали? Или... Подожди, дайте я полистаю. Ну, не 600 здесь. Вообще не 600. Про 600, конечно, это были не совсем достоверные сведения, товарищи разработчики. Но и так драконов пока на запуск хватает. Теперь надо посмотреть вип. Давайте ознакомимся с випом. Ну, хотя, что с ним ознакомлюсь. И так понятно. Можно взять бесплатную награду. Драконова нам дали. Эпика. Луминес. И рамку, кстати. Випов тут сколько? Наверное, 15. Как в других... Да, 15. Все, как в других играх. Ясно. Получи автоматическую награду охоты. Один раз. Ну, я так понимаю, это сундук, да? Просто АФК награды. Да, все правильно, я понимаю. Хорошо. Достижения у нас. Все. Есть. Можно сундук открыть первый ежедневный. Использую часы. Вот, кстати, часы я тоже видел. Да, тут можно бесплатно получить награды АФК за 2 часа игры. Все тоже использовали. Повысь уровень дракону один раз. Давайте. Так, еще бы найти... А, вот. Давайте до пятого повысим. Че уж там. Эпический дракон. И вот такой вот у нас есть тоже малыш. Не знаю, реально ли они будут расти. Но посмотрим. Так. Готово. Призови один раз. У нас 8 рунок, кстати, уже. А давайте 10 раз призовем. Смотрите, надо призвать 20 раз в сумме, чтобы получить эпического дракона. И 40 раз, чтобы получить... То же самое. Подождите. Эпик селекшн тикет. И еще раз эпического дракона. А эпики здесь что? Самые... Такие крутые драконы. Давайте посмотрим. Леген... А, нет. Есть. Они тут называются уникальные. Легендарные драконы. Уникальные. 0,33%. Жесть, конечно. Давайте призовем. Да, давай. Десяточка пошла. Свайпаем вправо. Вообще ни одного эпика. Я уж про уникальных молчу. Но выпало заклинание. Пинкбелл. Тейлдракон. Лэмбгон. Слушайте, выглядят они, конечно, умилительно. Эпплчик. Но они реально мелкие-мелкие. Вот. Давайте посмотрим. У нас 4 копии одного дракона. И если слова разработчиков относительно роста дракона правда, то он должен менять свой внешний вид при развитии. Вот я это и предлагаю сейчас проверить. Будет ли внешний вид меняться или нет. Но, скорее всего, будет. Потому что они действительно выглядят все очень-очень мелкими. Другое дело, может, внешний вид меняется только у, например, у эпического ранга. Да, а у обычных нет. Ну, сейчас посмотрим. Вот, запомнили, да, как выглядит. Я нажимаю промоут. Смотрим. Да. Обратили внимание? Теперь запомнили, как выглядит? Давайте еще раз промоут нажму. Ну, сейчас я не совсем бы сказал, что он поменялся. Может, надо еще промоутить дальше, чтобы увидеть. Подождите. А, он дальше не будет меня... Очень странно. То есть, он таким малышом и останется, да? Ладно. Хотя, что-то вот эта стрелка не показывает изменения. Вообще не показывает. Ну-ка, давайте промоутим леди дракон. Она вообще не поменялась, да? Очень странно. Ну, ладно. Нет, так нет. Так. 10 камней разыграть. Это что такое 10 камней? А что такое 10 камней? И почему я не могу назначить заклинание? Так. Во-первых, эпического дракона. Само собой. Можно авто поставить. Все. Отлично. А заклинание почему я не могу... А, вот. Спелл. Все. Он автоматом поставил. Давайте начнем битву. Может, камни какие-то надо достать из битвы? Ну, сейчас посмотрим. Х2. Х3 нету, да? Понятно. Ну, боевка тут, я повторюсь, хоть и выглядит она очень простой, но на самом деле она может оказаться достаточно сложной. Так. Ну, замечательно. Мы задание выполнили? Нет, задание мы не выполнили. Ладно, идем дальше. Но у нас уже боевая мощь, кстати, сравнялась с мощью противника. Озвучка здесь, к сожалению, не очень. Ну, то есть, вы слышите, наверное, что эффекты озвучены так себе. Анимации, ульты, как таковых, крутых нету. Как мы привыкли, да, все? Ну, вы видите, как здесь ульта выглядит. Но даже у нас кого-то снес. 1-5 прошли. А, я думаю, что за камни? Stories. То есть, не камни, а пройти 10 историй. День 2. События на каждый день. И нам здесь, кстати, тоже эпического дракона земли дали. Хорошо. Поставим его в команду. Вот он. Он defense, то есть танк. И он уже, кстати, не выглядит даже на начальном уровне, как какой-то мелкий дракон. Интересно. А я себя максимум нажму. Опять ошибка вылетела. Не, максимум с ошибкой нажимается. Надо вручную. Ну, много пока багов у игры. И мне, что не нравится, очень лагает соединение с сервером. Я не знаю, где точно находится сервер. Но, так как это не глобал, возможно, где-то очень далеко. Так, мы можем поставить какую-то рунку? Можем. Все, отлично. Рунку поставили. Других пока нету. Хорошо. И давайте глянем, что вообще есть. Есть боевой пропуск. Как я вижу, да. Вы видите. Сколько стоит премиум? 23 евро! Это очень дорого для боевого пропуска. Ну, в сравнении с другими играми, я имею в виду, конечно же. Очень дорого. Так, карнавал. Что такое карнавал? Это дополнительные миссии. Ну, отдельное событие. Да, где мы каждый день можем выполнять миссии и получать награды. Это хорошо. Так, пэккет шоп. Донат. Доната много. Очень много. Ясно. Ясно, ясно. Так, смотрим. Что у нас вообще есть по режимам? Режим башни. Режим аренки. Режим завоевания. Еще какие-то. Ну, наверное, боссы, как обычно у нас есть, да? Режим экспедиции, скорее всего. И вот это боссы. А Dimensional Gate, наверное, боссы, но другие. Так, в городе. Призыв понятно. Рунки можно, наверное, будет там синтезировать между собой. Что-то понятно. Магазин открыли. Хэтчери. Тут можно будет, наверное, яйца высиживать и новых драконов делать. Связи между драконами есть, скорее всего. Можно посмотреть, какие драконы популярны. Мы можем посмотреть на дракона? Можем. Ну, и у самого дракона, как мы посмотрели, можно уровень прокачивать, пробуждать и экипировать на нем рунки. Также не забываем, что есть, само собой, у него скиллы, которые тоже можно прокачивать, как мы видим, да? И помимо драконов есть еще заклинания, которые также можно прокачивать, да? Но нужны там специальные ингредиенты. Поэтому не все так просто. Помимо этого, что у нас есть? Почта. Ну, это, понятно, ежедневный вход в игру. На 15 уровне что-то еще тут разблокируется. Ну, ребят, я думаю, такое первое впечатление каждый из вас получил. Поэтому смотрите, если кому-то зайдет такая пошаговая боевка, что вы можете в ручном режиме полностью управлять, кто кого бьет и когда бьет, да? Потому что эта игра дает вам возможность менять. И вы сможете принять вот такую вот графику, то почему бы не попробовать, да? Смотрите сами. Сразу скажу, что если захотите поиграть, устанавливать надо только через АПК. Потому что у нее еще глобала нет. Ссылочки, само собой, на игру будут, как обычно, в описании к этому видео. Всем спасибо за просмотр. И до встречи в следующем видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok